Управление управления персоналом Именно какой стиль у руководителя зависит и стиль управления. Рассмотрим более подробнее, как в первоисточниках определяют суть стиля. Руководитель на всех уровнях системы управления организации выступает как ведущее лицо. Мы на предыдущих лекциях об этом с вами говорили. Поскольку именно он определяет целенаправленность работы, он делегирует, он в целом руководит и полностью ведется контроль со стороны руководителя, то безусловно стиль управления является формой взаимодействия с подчиненными. Именно руководитель, как ведущий организатор в системе управления и деятельностью групп коллектива осуществляет в форме руководства и лидерства. Это две формы управления, которые имеют определенное сходство между собой, то есть понятие руководства и лидерства. Управление можно в целом представить как умственный и физический процесс, который приводит к тому, что подчиненные выполняют предписанные им официальные поручения и решают определенные задачи. Лидер же наоборот, он является процессором, с помощью которого одно лицо оказывает влияние на членов группы. Руководство – это прежде всего способность оказывать влияние на отдельных лиц и групп, побуждая их работать для достижения определенной цели. Одной из характеристик деятельности руководителя является, как я уже сказала, стиль его управления. Другими словами, стиль управления представляет собой манеру поведения руководителя по отношению к подчиненным, позволяющую влиять на них и заставлять делать то, что в данный момент необходимо. Стиль складывается под влиянием определенных условий и обстоятельств. Первый – существуют разные стили управления, разные подходы по определению самой сути стиля. Первый – рассмотрим поведенческий подход, который предполагает создание основ для классификации стиля руководства и стиля поведения. Согласно поведенческому подходу к лидерству, эффективность лидерства определяется не личным качеством руководителя, а, скорее всего, поведением по отношению к подчиненным. Существует ситуационный подход, аналогично тому, как разные ситуации требуют различных организационных структур, так должны выбираться и различные способы руководства, зависимо от характера конкретной ситуации. То есть ситуационный подход, он основывается конкретно на ситуации, в зависимости от которого нужно принимать и решение руководителю. Это означает, что руководитель – лидер, он должен вести себя по-разному в различных ситуациях. Одной из наиболее распространенных теорий лидерства является теория лидерства по Левину. Он выделяет три стиля управления. Соответственно, согласно теории Левина, существует три стиля лидерства. То есть это авторитарный, демократический и либеральный. Рассмотрим каждый из этих стилей. Авторитарный стиль, он может быть эффективным при решении однообразных рутинных задач. Этот стиль вполне оправданно применяется в случае, скажем так, большого уровня разрыва. Разрыва в уровне образованности и компетентности руководителей и подчиненных. А также он ориентирован преимущественно на материальной мотивации. Это авторитарный стиль. И авторитарный стиль требует от руководителя, ну, прежде всего, высокой ответственности, поскольку ответственность руководитель берет на себя. Строгий самоконтроль, прежде всего. Далее предвидение, широкое предвидение. Ну и, скажем так, способность, причем развитая способность принятия управленческих решений. Кроме того, вот лидерские качества, они, скажем так, притворяются в жизни. То есть это при авторитарном стиле управления очень хорошо притворить в жизни способности руководителя. Сильные стороны. Какими же сильными сторонами обладает авторитарный стиль? Ну, это делает, прежде всего, возможным быстрое принятие решений, мобилизацию сотрудников на их осуществление. Потому что авторитарный режим, он принимает, он, прежде всего, зависит от руководителя, который отдает приказы, сам контролирует. Это позволяет стабилизировать ситуацию, которая складывается, ну, в основном, в конфликтных группах. Вот именно авторитарный стиль, он очень уместный, поскольку именно руководитель берет на себя обязательство решить эти конфликты. Каковы же недостатки этого стиля? Ну, это ограничение возможности мотивации, самостоятельности и развития подчиненных. Как я уже говорила выше, вот именно материальная мотивация характерна для авторитарного стиля. Ну, и прежде всего, недостатками также является принятие, ну, скажем так, ошибочных решений. Потому что решения принимаются субъективно, и эти решения принимает руководитель. Следующий стиль управления – это демократический стиль управления, но при этом стиль руководства. Такая активность руководителя формируется в результате взаимодействия руководителей и подчиненных. Этот стиль может эффективно использоваться при решении, скажем так, заданий такого творческого характера. Он предполагает, ну, определенную, скажем так, близость образовательного уровня как руководителя, скажем так, и подчиненных. Ну, а также преимущественно, преимущественно оно имеет, ну, скажем так, материальную мотивацию сотрудников. Какие требования предъявляются, или мы можем сказать, что какими принципами обладает демократический стиль управления? Это, прежде всего, открытость характеризует руководителя, доверие к сотрудникам, отказ от личных привилегий, способность и желание делегировать полномочия, невмешательство в исполнение, скажем так, текущих заданий, контроль, но и обоснование, скажем так, обоснование, прежде всего, перед сотрудниками факта единоначалия. То есть все решения принимаются обоюдно, как со стороны руководителя, так и подчиненных. Каковы преимущества? Ну, преимущества демократического стиля – это принятие квалифицированных решений, высокая мотивация сотрудников, поскольку и от сотрудников непосредственно ждешь каких-то определенных принятий, каких-то определенных решений, поэтому очень высокая мотивация должна быть у сотрудников, но и разгрузка руководителя, подчеркиваю, что решения принимаются обоюдно, но и участие сотрудников в принятии решения, но также способность, скажем так, способность и желание, можно сказать, развития сотрудников вот именно в этом направлении. Каковы недостатки демократического стиля? Ну, недостатки демократического стиля, как правило, замедляет процесс принятия решений. Ну, поскольку в принятии каких-то управленческих решений принимает участие весь коллектив, естественно, для всего коллектива, члены каждого коллектива, они каждые по-разному усваивают и принимают решения. Поэтому вот сам процесс принятия решений, он несколько замедлен, в отличие от авторитарного режима, когда решение принимает один человек. Ну, и третий стиль по Левкину – это либеральный стиль. Либеральный стиль характеризуется минимальным участием руководителя в управлении. Персонал имеет полную свободу принимать самостоятельные решения по основным направлениям производственной деятельности организации. Этот стиль поведения опирается на очень высокую сознательность и преданность общему делу всего персонала, всех сотрудников, хотя управлять таким образом – это задача не из легких. Зачастую либеральный стиль приводит к тому, что, ну, скажем так, создается некая такая анархия в определенный момент времени, поскольку вот этот либеральный стиль, он предполагает отсутствие иерархии, отсутствие подчиненности, где каждый сотрудник может внести свою лепту в управление. Руководитель либерал, он должен мастерски владеть принципом делегирования полномочий, поддерживать добрые отношения с неформальными лидерами, уметь корректно ставить задачи, определять основные направления деятельности и координировать взаимодействие с сотрудниками для достижения общих целей. Для либерала, руководителя, вообще для либерального стиля характерно несколько, скажем так, подстилей управления, одним из которых является так называемый, в последнее время в литературе встречается так называемый попустительский стиль управления. При этом стиле управления руководитель проявляет очень мало заботы как о достижении цели организации, так и о создании благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Фактически руководитель устраняется от работы, он просто пускает все на самотек и проводит время, передавая информацию, отчеты от вышестоящих организаций своим сотрудникам и наоборот. Это попустительский стиль управления. Следующий стиль управления это смешанный, он характерен для руководителей, которые проявляют в равной мере заботу как о достижении высоких производственных результатов, так и о подчиненных. В последнее время смешанный стиль приобретает все больше и большую популярность. Такие руководители, как правило, добиваются средних результатов, буквально по всем направлениям деятельности самого предприятия. Ну и в заключении я бы хотела остановиться на зарубежном опыте. Очень интересный, вот в контексте данной темы, очень интересный стиль управления в Японии. Ну, в Японии существует такой стиль управления, и он основан на групповых решениях. И для такого стиля характерно участие среднего звена управления в выработке решений, соблюдение принципа единогласий в принятии решений, скажем так, отсутствие четких должностных инструкций, которые определяли бы, ну, скажем так, обязанности каждого работника, но и пожизненный наим сотрудников, продвижение по службе, повышение зарплаты за выслугу лет, и за выслугу лет социальные пособия, значит, по старости и болезни. Этот стиль управления, он характерен только для вот именно японских предприятий, характеризует японский стиль управления. Спасибо за внимание.